Доброе утро, Саша! Доброе утро, Марина! Доброе утро, Красноярск! С удовольствием вам представляю свою утреннюю гостью. У нас в гостях Елена Кейзер, актриса Красноярского театра юного зрителя, исполнительница одной из главных ролей в спектакле «Мухи». Доброе утро! Доброе утро! Как раз про спектакль «Мухи» мы сейчас и поговорим. Премьера совсем скоро, 27-28 мая уже состоится. Сразу хотелось бы спросить, чему готовятся зрителям, которые придут на спектакль? Это все-таки спектакль, именно написанный Жан-Поль Сартом? Или здесь больше все-таки уже романа Феодории, его работы, его мировоззрения, какого-то видения? Естественно, он как художник выступает в данной постановке, но текст Жан-Поль Сартра, драматурга, не изменен, ничего нового не привнесено, поэтому за смысловую структуру отвечает Роман Николаевич Феодория, за визуализацию, картинку, прекрасные костюмы отвечает Даниил Ахмедов, и все остальное, все актеры и случай. Как вы считаете, стоит ли зрителям подготовиться, перечитать, возможно, прочитать, или можно прийти, и ты поймешь все? Я думаю, можно все понять, потому что сюжет очень простой. С другой стороны, как это все сделано, и кто это сделал, и как это приходится актерам играть, воплощать. Каждый спектакль Романа Феодории – это яркое что-то, зрелищное что-то, у каждого спектакля есть своя фишка. На ваш взгляд, в этом спектакле какая фишка? Не могу сказать, что у Феодории все яркое и зрелищное. У Феодории, я считаю, что спектакль – тире событие. А яркое и зрелищное – это скорее относится к картинке спектакля. Это ближе к художнику, поэтому это будет событие, это 100%. Ваша роль, роль Электры, вам сложно было ее на себя примерить, и вот как вы в нее вживались? Легко, сложно, близка ли она вам в принципе? У нас вообще сложная работа, приходится примерять, это в этом и заключается наша работа. Но роль Электры сложна, сложна, да, сложна. А вот как я с ней справилась, это уже, это пока еще рано говорить. Это придут зрители, посмотрят, оценят, и партнеры мне тоже шепнут. Получается, не получается, туда я иду, не туда. Но сейчас вы себя комфортно чувствуете? Нет, никогда не будет комфортно, нет. В этом спектакле также играют не только актеры Чуза, но и приглашенные актеры из театра Пушкина. Это Эдуард Мехненков. Ему как удалось ввелиться в ваш коллектив, как с ним было работа? Ну, потому что человек все равно, ну, немного не ваш, скажем так. Сложно ли было говорить? Он не работает в нашем театре, но он является нашим другом. Эдуард Иванович очень талантливый, мастодонт. Он играет в нашем спектакле «Бога». Поэтому к нему подобное обращение. Мы очень его любим и уважаем. Знаю, что костюмы отдельное, отдельное место занимают в этом спектакле. То есть я буквально вот в социальных сетях читала, что вот их примеряют, что они какие-то масштабные такие. Вот про них немножечко расскажите пятку. Как всегда у Данила Ахмедова костюмы очень лаконичные, стильные, удобные, носки. И очень помогают как бы воплотить образ, как-то подчеркнуть его. То есть, ну, я не могу сказать, что это что-то сверхъестественное, потому что нам привычно работать с этим художником. И вчера мы только-только начали это примерять на сцене, на прогоне. И нас все устраивает. Будем как-то приноравливаться к этому. Ну, вот премьера уже совсем скоро, 27-го у нас состоится. Вы как считаете? А вам премьера. Да, вам премьера. Уже все ли готово для нее? Или еще много над чем надо подработать? Нюансы есть еще какие-то? Поэтому и делается. Получается, премьера у нас будет в июне. А вам премьера играется для того, чтобы спектакль хоть как-то немножко там устаканился. И мы поняли, чего не хватает. Режиссер понял, чего не хватает. Чего как бы излишне, может быть, какие-то сокращения в тексте. И так далее. Очень много работы. Она идет постоянно. Потому что живой организм, он только-только рождается, этот спектакль-маленький человек. Поэтому ему нужно как-то на ножки вставать. И мы это все увидим на аван-премьерах. Они для этого и существуют. Елена, я вам желаю удачи. Желаю хорошего зрителя. Что это такое? И желаю немного сладкого. Спасибо. Поделать у вас настроение. Дорогие друзья, совсем скоро премьера «Мухи» театра юного зрителя. Вновь подарит нам нечто интересное, на которое, я думаю, стоит обязательно прийти. И обязательно поддержать наших актеров. На этом у меня пока. Все, Саша, Марина, слово передаю вам.